Государственный киноархив Германской Демократической Республики представляет в Робинхорсте. Монтажеры Хельга Краузе и Карола Шефер, звукооператор Ганс Хеннинг Теллерд, звукорежиссер Герхард Рибек. Костюмер Барбара Брауман, гримеры Клаус Фридрих, Улла Фунг. Ассистенты режиссера Маттиас Шуберт, Ева Ёмст. Детский воспитатель Дорис Диль. Руководители съемки Фридс Фрост, Михаэль Боден. Прораб Герберт Икер. Ассистенты оператора Кристо Кёфер, Андреас Валли. В детских ролях. Свен Хаверланд, Надин Франке, Томас Шиманкин. И другие. Роли взрослых. Барбара Шнитцлер, Марк Хайтерли, Манфред Гор, Рут Камерель, Антье Линдеман. И другие. Руководитель съемок Уве Крафт. Режиссер Ганс Крацерт. Вот здесь все тогда и началось. Однажды Эрнст нам сказал прийти к нему в старые руины. И он повелел добычу разделить. Половину нам, половину беднякам. И богатых купцов бросало в дрожь от одного его имени. Клаус Штертибекер. А он на самом деле был когда-то? Конечно был. Мой дед показывал мне холм Штертибекера. У нас на побережье, возле меловых скал. Там он спрятал свою добычу. Вот это мужик был. Не тряпка, как мы. И что, мне тоже пойти в пираты? Нам тоже надо что-то сделать ради справедливости. Ну а что мы можем сделать? Мы создадим сегодня, 24 марта 1949 года, Союз Справедливости. Если хотите вступить, вы должны поклясться, что всегда и везде будете бороться за справедливость. Но Союз должен быть тайным. Это мне подарил дед, когда нам пришлось бежать. Таким был корабль Штертибекера. И мы принесем на нем клятву. Томас, Рената, встаньте. Повторяйте за мной. Справедливость всегда и во всем. Мы ответственность от унесем. Справедливость всегда и во всем. Мы ответственность от унесем. Ой, сегодня мы создаем Союз Справедливости. Желающий вступить в него обязан поклясться, что всегда и везде будет бороться за справедливость. Тем самым мы скрепляем наш Союз. Есть носовой платок. Союз ment", унес в турбок, в духовном másеме. Правда, я попробуюยยю бежать. mock Wieф pluкиêm odpowied번olate Needless. Повторяйте. Союз молчать. Ради Tour Coffin. Откройте, 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 откройте. Продолжай. Откройте, 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 откройте. Ты там закончил? Выпусти меня. Вы жрёте за наш счёт. Ты вообще знаешь, что значит работать? Отпустил ты, бычара, а ну завалю. Отпусти меня. Он не имеет права меня запирать. Ну-ка, отпусти его. Нас здесь приютили, мы арендовные работы, мы должны смириться. Я не должен восторгаться всем, что он делает. Иди набери шишек. Субтитры делал DimaTorzok Эй, Зидовский, ну-ка, иди сюда. Вываливай на ворованное. Или ты думаешь, из толика я тебя не видел? Повезло тебе в этот раз. Ты забыл, что мы хотели встретиться? Если вы такие ненадёжные, то можно распускать наш союз. Я не мог. Рената не пришла, ты не смог. С вами так каши не сваришь. У меня был скандал с Бодо. Он опять предъявлять начал. Хуже старика. Я не буду его больше терпеть. Тебе и не надо. Но наш союз важнее всего остального. Легко тебе говорить. Розмари, уже достаточно. Такой кучкой разве печь протопишь? Ты куда это собралась? Прогуляться в лесу немного. Тебе нельзя в лес. Тем более, скоро стемнеет. Ешь. Сначала молитва. Всё. Да. Молитва. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С утра и до вечера ту землю помню, которую нам возделывать к Его радости горней. Мы трудимся в честь Того, Кто видит абсолютно все. Он есть начало сущего, так будет навеки вечное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Однако у нас до сих пор нет земли, а умеренно... Помолчи. Тот, кто не верует, лишь рассыпает перед Господом плевело на ветро. Благословенна будь Мария, благодачью исполненная, Богом осенённая, Святая Богородица. Томас меня беспокоит, становится непослушным. Сегодня он опять повздорил с Бодо. Ещё бы, они ведут себя так же, как ты. Вот почему, Балвис, мы так много света мотаем. Потому что тут кое-кто читает. Среди ночи. Это подло! Оставь, парня. Благословенна будь Мария, благодатью исполненная, и благословенен плод чрева твоего. Привет, привет. Ты уже много прочитал? Я, я уже начал. Но у меня так мало времени. А вечерами теперь нельзя зажигать свет. Ну-ка, убери руки. Трогают тут. Привет. О, хорошо. Вот. Этого достаточно, да? А здесь у нас что? Яйца. Яйца, это очень хорошо. Ну-ка, глянь сюда. Это что-то, да? Ну-ка, давай сюда. Держи. Яйца? А, яйца, это хорошо. Вот, для чистописания. Дальше. Что ты хочешь? Тетрадь, пожалуйста. Тетрадь? Не-е-е. Что? Это-то грызок? Это обман. Какая наглая клевета. Вы что наделали? Складывайте обратно. Ты что с тетрадью делаешь? Вот коза тупая. Может, это её протест. Как она с беднягой Марлисом обошлась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Это Гер Матис. Ваш новый классный учитель. Красный учитель. А его отец был кисломордой шпалой. Соблюдайте-ка дисциплину. Садитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я рад, что могу вести уроки у вас. И я буду стараться, чтобы... Один старается, а другой напрягается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто может закончить предложение? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне он понравился больше, чем Геррам. Но вот останется ли он. Конечно, он ведь товарищ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, я готовлю вас! Я вас сделаю! Смотри на твои штаны! Они у меня единственные Пошли со мной Надень вот эти Наряжайся Это всё ваше? Да куда там? Это ещё от того куркуля бывшего хозяина лесопилки Роза-Мари крикошки Роза-Мари крикошки Роза-Мари сможет подшить Роза-Мари крикошки 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 Ты тут развешиваешь, чтобы мне глаза мозолить? У тебя обед перед Богом мешать нормальным людям? Добрый день. Здрасте. Откуда у тебя эти штаны? Настоящие, довоенные. Их мне Эрнст подарил. Это сын того Виктора с лесопилки? Он прямо как святой Мартин. Нет, как Штертибекер. Надень их, когда пойдем на службу. Томас поскакал в церковь. Вот это я должен отнести в канцелярию, повесить к объявлениям. Но мы скажем об этом лишь тем, кому правда нужна древесина. 12 числа сего месяца с 14 до 17 часов выдача горбыля на лесопилке. Разве так можно? Конечно можно. Слышал? Это летучие мыши. Наверняка тут есть привидения, и они что-то ищут. И ты веришь в такую чушь? Здесь список тех, кому мы сообщим. Может, еще кого вспомнишь? Только Чур Томас с нами. Да. Добрый день. Я лишь хотел сообщить. Завтра после обеда выдача горбыля на лесопилке. Да? Спасибо. Я одолжу тебе любую, какая заинтересует. Нет, нет. Скажи-ка, а почему у вас до сих пор нет пионерского отряда? В Робинхорсте? Опять древоточат? Да, к сожалению. Да ты что тут делаешь? Не дашь мне пару досок? Я хочу собрать крольчатник. Ты их в подарок хочешь, так? Да. Ну хорошо. Пойду скажу бригадиру. С твоим отцом можно иметь дело. Ты, Ernst? Я хочу сказать что-то. Что тут такое дело? Моя мама ее в печку швырнула. Я включил свет вечером. И случился скандал. Но он ведь не виноват. Просто твоя мать трясется перед этим мениным. Да что с тобой? Я за всех в ответе, что ли? Мне надо поговорить с бургомистом. Это срочно. Срочно. У вас дураков всегда срочно. Ну ладно. Только для тебя. Коллега Кунсенбарк. С вами Вайза хочет поговорить. Пусть заходит. Легок на помине. Раздача древесины. Без объявления. И сейчас я, конечно, получу объяснение. А тебе чего тут надо? Ну вы же сказали зайти. На твоего отца я жутко зол. Это я должен был доставить объявление. Но именем союза... То есть... Томас, Рената и я... Мы решились делать по справедливости. Ты знаешь, что это саботаж? Все равно ведь у крестьян есть больше, чем надо. А у переселенцев вообще ничего. Поэтому мы собрали крольчатник голодающим. Делайте, что хотите, но не лезьте в муниципальные дела. Но нам нужна пара кроликов. Эти кролики слишком молодые. Но когда начнут размножаться, мяса хватит всем. Раз ты все один сделал, то это подарок от тебе. Все, что делается от имени союза, делается от всех. Ну что случилось? Не надо плакать. Вот так. Хочешь вкусненького попить? Исчезнете. Ничего тут пелется. Стена вдруг от сырости обвалилась. Ну, успокойся уже. Это для тебя. Они теперь мои? Вы все еще тут торчите? Видели, как она обрадовалась? Надо разместить этих людей. А у вас две комнаты пустуют. Только не ко мне. Привет. Привет. Ну, сейчас начнется. Мой отец не отступится. Спорим? Не спеши, Крюш. Надо поискать еще, а я пошел звонить. Хорошо. Вы обязаны предоставить свободное помещение, Крюш. Без принуждения. Обязаны как членовщины. А вы попробуйте. Вы не можете оставить эту семью на улице. А вы нам веревку дайте. Чтобы повеситься. И для вас все закончится. Герк, Крюш, вы не хуже меня понимаете, что они, как и все переселенцы, больше всех пострадали от войны. Томас. Томас, встань сюда. Мах шоу. Давай. Вы сейчас не на съезде вашей партии. Нет, Эрнст, не делай этого. Парень. Парень. Эрнст. Это что за безобразие? Я стою здесь, пока вы их не запустите. Это что, шантаж? Думаете, это моя идея была? Ну, что на это скажете? Может, добровольно? Я вас на свой участок не пущу. У меня полиции делать нечего. Ну, давайте. Пошли. Что ж не сразу-то, Герк, Крюш? Так и надо было. А вы пацана своего спускайте. Эрнст, все, можешь слазить. Но это мы еще посмотрим. Мы еще поговорим об этом. Ну, что ты опять натворил, а? Отец с тобой поговорить хочет. Думаешь, ты герой, да? Нет. Нет. Опасность. Сенсация. Как в церкви. Мы тогда уже почти все уладили. А потом Крюш признал, что был неправ. Поэтому, зачем надо было так рисковать, а? Я не мог иначе. Все тупо и жадно пялились. А вы лишь разговаривали. Парень. Каждая наша ошибка влияет на наше дело. Если ошибается учитель Матис, или я, это вдвойне хуже. Потому что люди в деревне нам, товарищам, не доверяют. Но почему вы тогда не боитесь за справедливость? Поспеши, Томас. Нас ожидает герпастер. Нам нельзя опаздывать. Но я тут подумал, я не хочу быть слушкой. То ты с ума сошел. Кроме того, герпастер получает щедрую поддержку из-за моря. Значит, кое-что достается его слушкам. Мне это не нужно. Ну как, тебе это не нужно. Хочешь, чтобы мать одна корячилась? Чтобы вам было что в рот положить. Поэтому все несут и несут. Господь дает и Господь берет. И никто об этом не знает. А ночами ему совсем худо. Но нам нельзя попадаться. И как думаешь, пробраться? Через крышу? Но ведь Эрнс лучше подходит. Это я сделаю. Разумеется, Томас. Но я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Что случилось? Да, да, ты молодец. Вилли! Да? Вилли! Ты когда ворота запер? Где-то часа два назад. А собаку покормил? Да. Ну тогда не знаю, что ему в башку взбрело ларить. Тень или крыса? Да ладно. Ты что? Ты что? Девочки. Ура! Все это? Шо ж... А что с тобой такое сегодня, а? Итен, миссайст. Део, gratис. Раде от филиус, от спиритус санктус. Аминь. Аминь. Раде от филиус, от спиритус санктус. Фредриха Марии Риндхелленда в воскресенье, после Троица. В католической церкви будет служба о сложении оружия. Начало в 10 часов. Томас! Ты мог бы приходить вовремя? Мы не можем просто так выходить из дома. Ринаты тоже еще нет. Вот, блин. Рассредоточившись к руинам. Тихо подкрадываемся, затем атакуем. Запомни, кто что говорит. Ты передаешь сообщение. Пошел. Ну, все ясно? Черт, это Матис. Отряд, отходим. Отбой атаки на руины. На вас та коза. Она все выложит, когда за ноги подвесим. Разве можно так с девочками? Жду донесения. До вечера. Вы? Ну, разрешишь зайти? Да, но... Как вы вообще... Мне нужен ваш совет. Кто мог бы это... ...отложить мне в комнату? Давайте вместе подумаем. Кто мог бы подарить мне такое замечательное одеяло? У меня, конечно, есть догадки, но у них не могло быть такого хорошего одеяла. Значит, они его у кого-то забрали. У одного слишком много, у другого слишком мало, и это несправедливо. Возможно, его украли там, где им не пользовались. Одеяло надо вернуть. Я хотел попросить вас об этом. И не надо упоминать, что кто-то хотел, как лучше. Это и так очевидно. Вайта. Вайта. Дальше. Лос, вайта. Давайте дальше. По деревне ходят слухи, что вы часто торчите в тех руинах. Мы хотим знать, что вы затеваете. А теперь говори. Мы сейчас свалим, и у тебя будет полно времени подумать. Может, сейчас расколешься? Пойдемте. Да, и еще. Можешь орать, сколько влезет. Может, надо было ее обоссать? Мы ведь не скоты какие-нибудь. Запомните это. До деревни нам не на чем доехать. Робинхорст находится у черта на куличках. Да, у вас даже пионерского отряда нет. Но мы можем присоединиться с порт, летние лагеря. Представь, какой тогда шум поднимется. Нам всегда нужны такие, кто может придумать, как сделать лучше. В общем, я на вас рассчитываю. Ты сбриндел? Детям никогда не организовать такое в Робинхорсте. Эрнст! Эрнст! Курт, ты? Только расскажи кому-нибудь. Может, пойду поищу ее? Откуда это взялось? А, ничего. Мы играли. В лесу на болоте. Опять с теми парнями? Ладно, давай. Если тебе кто-то навредит, пожалуйста, скажи мне. Черт подери. Вот. Она не сама освободилась. Ну, может, они ее искали? Нет. Кто-то нам подгадил. Решил поводить нас за нос. Но девки очень болтливы. Да откуда же мне? Ладно, пора ехать. И не забудьте, мне нужно согласие ваших родителей. Ну, до скорого. Хорошо. Свои. Мой отец добыл. Они принадлежат нашему союзу. Это крольчиха и крол. Они плодятся невероятно быстро. Мы построим крольчатник, раздобудем корм, а потом раздадим приплод. Свои. О, какие милые. А мне теперь можно в пионеры. Меня сестра разрешила. Что? Ты хочешь в этом участвовать? Ты нет? А ты нет? А ты? Я тоже. Но у нас ведь союз. Да прекрати ты. Я вам одно скажу. Если пойдете в пионеры, сюда больше не приходите. Субтитры сделал DimaTorzok. Я, по сути, буду против. Я, по сути, будуBR+. Юные пионеры... Будьте готовы. Всегда готовы. Теперь вам нужен председатель Томас! Да, да, Томас! Кто за Томаса? Мои поздравления Спасибо А теперь наша песня Мы совсем молодые ребята Небо чище, а солнце теплей Мы сделаем так, чтобы в нашей стране Больше не было слез матерей Мы хотим быть теми пионерами Кто построит новые мосты Связал границы стран Синий галстук наш Пионерской дружбы и доверия Знаешь что? Спроси его еще раз Может он передумал Я на это тоже надеюсь Что вам здесь надо? Вы предали наш союз Да почему же? Присоединяйся к нам Нет Вам никогда не стать настоящими пионерами Вообще никогда Запиши Толщина слоя говуса 17 сантиметров Готово? Высота сосны 3,3,5 метра Все на этом или как? Оценка возраста дерева Пересчитай иголки и раздели на три Очень смешно Я хочу домой Вечером тут привидение Ты тоже веришь в эту чушь? Сейчас уже пойдем Я есть хочу Пожуй траву, помогает Держи Вечера? Я на днях в Думире на такую нес Не кипятись Он же не виноват за отца Нам он всегда помогает Помогает? Он боится, что розмарий его отошьет Только поэтому Гляньте туда Видишь? Это же твой пастор Меня радует ваше прилежание и полезный труд Господу такое понравилось А вы тоже верите в привидение? Вера в привидение Это суеверие? Давайте я попробую вам разъяснить причину По которой это суеверие тут появилось Я читал много старых хроник Робенхорста Новую родину, данную человеку богом Следует принять и изучить Смотрите, раньше здесь, где сейчас заливная луга Была деревня Она называлась Именау И крестьяне стали такими богатыми, что начали ходить по хлебу Суд божий не заставил свежесть Но во время 30-летней войны Вся деревня была сожжена до основания А из жителей никто не выжил И если вечером появляются волны тумана Трустливые люди считают, что видят призраков А те, кто раньше жил здесь Они остались неупокоенными И приходят снова и снова Продолжая искать свою деревню Да, именно так, дети, говорит легенда Но происходит именно то, о чём я вам рассказал Постепенно там, где стояла Именау, всё заросло травой И заливные луга с тех пор принадлежат всей общине Робенхорста Намерен выпускает туда пастись своих коров Мне известно лишь то, что написано в старых хрониках Благословенного вам вечера, дети О том, что там было раньше Об исчезнувшей деревне Об этом я хочу почитать Нам надо лучше знать нашу новую родину Ведь нам продолжать её историю Вообще-то запрещено давать её на руки Детям Я буду очень осторожен Но читаешь её здесь Зачем вам то, что уже был льём пасту? Сначала этот пастор католик, а вчера тут был ваш Матисс Магдебург 30-летняя война После того, как пал Магдебург Отправилась хорватская конница в Именау Ага, вот И вот так община Именау обезлюдила А многие луга Став бесхозными Отошли к угодням нашей деревни Арабенхорст Угодья? Что это? Я точно не знаю Спроси учителя Эрнст! Эрнст! Эрнст идёт к лугам С каким-то плакатом Эти луга собственность неуды Что вам тут надо? Мы считаем, что это правильно, потому и пришли Но вы мне не нужны А мы останемся Дедовский, ты привёлся к этим болванам и хочешь меня раскулачить, да? Идёшь со мной? Держись прежде Я покажу этому Мерину Эрнст, не надо Эрнст, не надо Эй, 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 стой, стой Доставь её лежать Пойдём, она ведь нам не сестра Эй, Зедовский, подойди-ка Расскажи матери, что ты устроил Ты отправила его к красным Теперь он хочет меня раскулачить, отнять луга Томас, зачем ты это делаешь? Потому что они совсем не его Только попробуй его ещё раз ударить Говорят, это было самоубийство Да, лежала лицом вниз Говорят, уже умерла Я слышал, её заперли Мой отец сказал, что в этом виноваты коммунисты У самих ничего нет, так и у других отнять надо Вот какие вы Я вам вот что скажу Способ, каким Эрнст и пионеры хотели обратить внимание на то, что нарушается право собственности Конечно, он был не совсем правильным А ещё произошёл тяжёлый несчастный случай Чего Эрнст, конечно же, не хотел Но лишь тот, кто вообще ничего не делает, не совершает ошибок Вы ещё с этим столкнётесь в жизни На заливных лугах ещё рано ставить точку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня кроме неё никого нет Если бы с ней что-то случилось Оставьте Ренату в покое и беситесь дальше без неё Это Ренату Это Ренату Вы мне всё возместите Всё, неустойку и неустойку за неустойку, будьте уверены Мальчик, зачем ты опять напокастил? Ты не мог рассказать сыну, что тут чьё? Ну-ка, сбавь тон Сначала он лезет в служебные документы, а потом идёт отчуждать имущество Давай-ка на чистоту Что значит отчуждать? А твои пионеры ничуть не лучше Почему это мои? Они действовали самостоятельно И вам я могу признаться Я даже горжусь ими Я... Я всего лишь хотел сказать Больше я ничего делать не буду, совсем ничего А вам что здесь надо? Сегодня совет общины Поэтому мы здесь Детям здесь делать нечего Но ведь мы юные пионеры У нас есть задача, и мы должны её выполнить Ага, всё лучше и лучше Ну, заходите, давайте У нас тут делегация юных пионеров О, снова свет дали Ну, вперёд из песни Юные пионеры Робин Хорста просят совет общины Запишите заливные луга на нас Разве вам кто-то разрешил сегодня поиграть в революцию сопляков? Фройлен Хунгер, конечно, тоже тут Здрасте, пожалуйста Это, конечно, квинтэссенция того, о чём мы подозревали Вали-ка лучше домой, Зидовский Иначе Мерина тебя запрет Наверняка за этим стоит Батисс, а не вы, Герабло Однако, господа Давайте не будем так публично И тем более перед детьми И превращаться в недисциплинированное сборище Пожалуйста, по регламенту Мы проверим и обсудим ваше предложение Можете идти, будь готов Спи, деточка, спи Бояться нечего здесь Нас не достанут снаряды И времени чуточку есть Спи, деточка, спи Рената, к тебе посетитель Розмари! Забираю тебя домой Врач разрешил Как здорово, домой Ура! Не так громко Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Я так рад, что ты вернулась Я тоже Пионеры добились успеха со своим предложением Бургомистр решил передать заливные луга в пользование детям Да, осталось только увидеть, что из этого получится Сделаем футбольное поле, конечно Классно Но это же только для мальчиков Мы разобьем сад с фруктами и цветами Что за чушь? Вы сможете туда выпускать ваших роликов Мы построим пионерскую деревню Маленькие домики Детскую площадку Чтобы мы спортом занимались Ну, конечно Думаете, Меринг все это так оставит? Побыли эти луга у него и хватит Эти луга все равно бесполезны Мой отец так говорит Мы можем устраивать соревнования Разумеется, и бега То вы скажете, если мы назовем это место новое имена Послушайте, а если после открытия этот толстяк снова заявится? Зачем заглядываться? Давай продолжай Ведь это для нас, пионеров К нему пойдем? Он точно не будет участвовать Вы куда? В мой дом вы не зайдете Все ясно Я приду в воскресенье Матисс мне уже сообщил Добрый день Я хотел спросить, можете ли вы нам помочь? Спроси того, у кого есть время Ну, я спрошу Добрый день, пионеры просят вас в воскресенье А сейчас пойдем спросим Розмари У вас же нечего воровать Он их всегда то закрывает, то открывает Вы поможете, когда мы начнем строить нашу детскую деревню? На заливных лугах? Конечно Пойду спрошу у переселенцев На, прокатись разок Не нужна мне эта таратайка А это синяя тряпка Ау! Ау! Ага, значит шест для лазанья будет вон там А домики вон там И позже мы разобьем вот здесь Мичуринский сад В нем сможем экспериментировать с фруктами Или даже с зерновыми и овощами Ты что с ним сделал? Это не я Бода хотел его сжечь Таким уж он родился, я не удивлен Эй, вы двое В воскресенье в 10 на 0, не забудьте И пионеры приходят в первую очередь Эрнст? Эрнст Ах ты А, это ты Валялась тут Свидетельство о нашей клятве Он его тут просто бросил Он сюда больше не приходил Я тут часто бывал Католики бегут себе мозги Библии конопатить Они и правда собираются строить Всегда ненавидел таких Библии конопатить Сними этот значок, сын мой Нет Нет Тогда ты больше не можешь быть слушкой Давайте споем Восхваление Господу нашему Господа восхвалите Хором голосов младых Ему нравится Как вы поете Хвалебный сей стих Дружище Томас Подойди Пойдем Стой Идешь вон туда Я тоже разгрузить помогу Мы сами справимся Но я же не из них Мое мнение об этом тебе известно Это последнее, что ты вякнул Этого должно хватить Держи Опять под дебрецем нашествия, жучка Работаешь здесь Поможешь Томасу, ладно? Спасибо за просмотр! Эрнст ни слова не скажет Он со мной не разговаривает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну пока я пойду Я с тобой Мы хотели бы заглянуть в сарай Может там есть что полезное Для детской деревни Там нет ничего Но посмотреть-то можно? Ну, посмотрел? Мне некогда А мешок, который там лежал Наверняка он сюда его еще раньше принес Ты ведь сама в это не веришь Ты что, ты вынитируешь? Нет, я и так знаю, что он тут левак прячет И ты в этом замешана Что Петра опять в сарай притащил? Ты это о чем? Я не посмотрел Но ты же знаешь С меня хватит Несу свой любопытный нос в эти дела Он приходит сюда лишь тогда, когда ему надо что-то спрятать Это не так Да что с тобой? Тогда ответь мне прямо, что там лежит Ты мной командовать вздумала? И мы завтра последними потеблями Эрнст, подойди-ка Томас и Рената, останьтесь тоже на минутку Хочу, чтобы вы трое завтра были в первом ряду факельного шествия До свидания До свидания Эй, Бодо Эй, Бодо Ты исчезни В общем, надо все сделать завтра Ладно, а у вас все готово? Так Томас, ты готов? Да До вечера Бабушка, пойдем с нами Нет, Томас Ты не ходишь со мной в церковь Ты перестал исповедоваться Меня не сможет порадовать ваш праздник Томас Да, вы не поможете Что-то Там вам тоже в ладоши попают. Пойдем туда. А где твоя сестра? Рената, посторожи минутку. Ну, в общем, это Фройлен Краузер. Добрый день. Этой осенью она начнет преподавать у нас. Кто сможет залезть наверх, получит колбасу. Тяните. Кому выпадет жребий, тот начинает. Я. Называешь следующего, если сам не сможешь. А теперь Томас. Давай, Томас, ты сможешь. Это просто. Хватайся крепче. Подтягивайся. Еще чуточку. Ползи. Ну давай, уже почти все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мои этих детей от войны спасли. А тебе что тут надо? Хотел глянуть, что вы тут делаете. Осторожно, против вас кое-что затевается. Энст, пошли со мной. Бода про нас совсем не забыл. Они задумали какую-то подлость. Вы их испугались, что ли, пионеры? Томас, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ! Что случилось? Я пить хочу. Я тоже. Ложись обратно и засыпай. ПОДПИШИСЬ! Но чтобы больше, не звука. Субтитры сделал DimaTorzok Эрнст! Эрнст! Ты всю деревню прибудешь. Что случилось, Томас? Наша детская деревня горит. Давай быстрее, она сгорит как порох. Заперто. Попробуй через подвальное окно. Вперед! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это я сглупил, но мы их хотя бы напугали Я вижу Только посмотри на себя Вот так все и случилось тогда в Раббенхорсте Благодарим жителей Люсдорфа за поддержку Разрешение на аэросъемку ОЗЛБ дробь Л номер 860016